Мы готовы быть совместным с национальной общиной города, с этим мы проходим на русском языке. И поскольку у нас мало времени, я предлагаю начать. Ну вот, я в слово искать как инвизиенты, как вы все понимаете, кто пришел. Можете видеть, что не все благополучно в нашем королевстве под названием Флайпеда есть люди, которые желают и надеюсь, что смогут улучшить ситуацию. Поэтому подадим вам вступительное слово к Флайпедуцу, и потом будет переводить. А там я. Дорогие друзья, отключите, пожалуйста, телефон, чтобы не мешать, так как время ограничено. Я включил так, что думаю, почему сегодня такой спокойный день. А ты уже с вами начали звонить. Давайте я начну в виде вопросов. С чего мы хотим задать вопросы. Мы вчера были на встрече с еще одним кандидатом в еврейской общине, с господином Гургурявскисом. Хочу сказать, что господин Гургурявский, как мэр, почти нас всех устраивает. Ну, не гипертензий. Но, тем не менее, хотелось бы увидеть нового человека. И хотелось бы спросить у вас, немножко, чтобы нам рассказали о своей биографии, и почему именно вы идете мэрой? Что вы предлагаете нашему городу? И почему все спецслуждающие люди послезавтра должны проголосовать за вас? Убедите вас, пожалуйста. Я самый лучший. Убедите вас, пожалуйста. Мирский, Мярис. Мой родной район. Учился в 12-й средней школе. Сейчас же Минов. Наташа. Мимназия. Наташа. Отец моряк. Что-то там оставил. ДНР какой-то, что я полюбил порт. Порт увидел. Мне было 4 годика. Отец плавал на самом большом корабле. Тогда назывался Шторм. Большой корабль, это было где-то 3000 тонн. Сейчас мы даже не считаем, что это вообще корабль. Учился в политехническом институте. Потом так жизнь привела к решению. Учился в Харькове на юридическом факультете Академии юридических наук Украины. Смешил своих однокурсников, потому что очень плохо говорил по-русски. Я за первые 3 или 4 месяца, знаете, редко говорю, между прочим, это большая проблема. Редко говорю. Просто профессиональная деятельность, она заставляет чаще говорить по-английскому или по-немецкому. По-всякому бывает. Но, к сожалению, редко говорю. Но тогда научился, хорошо закончил теоретические науки на одни пятерки. И радовался, что имел возможность пожить в такой стране, как Украина. До сегодняшнего дня для меня это очень хорошее впечатление. Я 20 лет работаю в транспортной системе, 7 лет проработал с 2002 года в Министерстве транспорта. Был замминистром, курировал транспорт и транзит. Курировал транспорт и транзит с России, с Белоруссией, с Украиной, Казахстаном. В западной части это Польша. У меня были рабочие группы, в которых я представлял наше государство. Конечно, всегда курировал порт. Безопасное судоходство, смертельная спяркала и так далее. Внутренние воды. Все морские дела. Ну вот сейчас уже 7-й год идет. Работаю генеральным директором порта. Почему я пошел по такому пути? В прошлом году, в январе, пришли портовики. После Нового года как-то сели, выпили копья. Шестеро пришли. Начали говорить. Знаешь, слушай, ты тут уже в порту все насколько хорошо. Мы лидеры уже третий год подряд. Сейчас уже четвертый год подряд. Ну и говорит, может быть ты давай иди в город и сделай там порядок. Я их выгнал. Что я вам плохого сделал? Почему так вот? Ну потом начали приходить люди разных профессий. И предприниматели, и художники, и спортсмены. Уже летом говорю, вы что, сговор какой-то здесь? Что я вам сделал? Что вы хотите у меня отобрать в мое удобное кресло? От моих 250, моих любимых людей. Потом пришли комитеты, комитеты Чепаса, Казимера Сапауликаса и так далее. Потом пришли партинные представители, лидералы, Симонас Гентлилас и Саулиус Будинас. Под конец подошли уже наверняка на ядре месяца. Приехали консерваторы. Габриэль Слайнсберг из Агнии. Ну и Агния говорит, надо вот такого хорошего директора, как ты. Вот надо взять самоуправление. Я буду мером, а ты будешь моим заместителем. Говорю, хорошо, Агния. Не-не, нормально. Говорю, хорошо, Агния, все нормально. Говорю, вот ты хозяйство в своем жизни, кроме своей семьи, какое-то хозяйство имела в своих руках. Все-таки это даже не порт. Город этот не порт. Это много портов. Это и улицы, и детские ясли, и что только в городе нет. Больницы и так далее, и так далее. Ну она говорит, надо еще пятерых таких. Говорю, ну хорошо, тогда кто будет руководить городом, ты или мы, шестеро. Ну так вот и расстались. Я поехал в парламент, какие-то там работы были в комитете экономики, в коридоре встречаю в Карбатске. Рома у нас говорит, у тебя есть время? Говорю, да. Мы просто не были знакомы до этой встречи. Зашли к нему три часа вместе. Что он сказал за это время, мне очень понравилось. До этой минуты я даже не думал ни про какую политику, не хотел никуда идти. Я не партийный и не собираюсь поступать ни в какую партию. Он сказал три очень важные вещи для меня. Во-первых, это собирай команду. Я слышу, что многие тебе предлагают идти и руководить городом. Команду можешь собирать, как хочешь. Никаких там указаний, сколько там партийных, сколько беспартийных. Между прочим, все семеро, которые попали, благодаря и вам, в Тарибу, наш совет, ни один не является членом партии. Ни один. Потом второе, что он сказал, это что надо делать для клепячан. Разве я из Вильнюса тут знаю, что там у вас творится, что вам надо делать? Это очень тоже понравилось. Значит, никаких указаний. Мы свободны в своих решениях. И в-третьих, это самое главное, он сказал, что вся возможная помощь при предложении для законодателя и получая деньги Евросоюза и Центрального бюджета. Вот это меня и купило. Так как я предпринимателем, поговорили про деньги, мне это очень понравилось. Шутка с шуткой, но вы не знаете, да, вот тут всякая клепета про порт, про работу портовиков, что мы самые грязные, начали люди ходить по улицам, и мы видим, что? Видим селитий, да, который не очищается. Там есть и свинец от покрышек, да-да-да, и фосфора, и вся эмульсия, которая уходит из старых автомобилей, тоже там остается. И мы каждый день, каждые сутки вот это забираем вовнутрь себя. А это рак, кто не знает. Я три года подряд уговаривал самоуправление, начинать чистить улицы и мыть. Помните в детстве, да? В детстве еще вспоминаем. Но Беларуси еще можно. Я из малой деревни ездил на велосипеде в центральную улицу, я в Космонку, чтобы искупаться летом. Аттракция была. Плохо и с некоторыми компаниями в порту. Я благодарен этим людям, которые собрались в общины, начали поднимать шум. Южная часть все время говорили, а тут не знаем откуда эти запахи. Какой там запах, там вонь. Начали люди включать свои станции, да, вот эти. Дошли до Клайпедос-Вангенес. И оказывается, там выброс в атмосферу 20 градусов больше, чем Клайпедос-Нафта. Вот откуда это вонь. Компания, которая уничтожает органические остатки, открытый котлован в 21 веке. Вот с кем вы говорили, да? Я мэру говорил, в Вильнюсе были, на дебатах в Дельфе. Говорю, вот ты знаешь, что у меня в законе нету, я даже не имею права этим предпринимателям, которые работают в порту, что-то сказать. Кроме, могу делать инвестиции или не делать инвестиции. В законе самоуправления написано, это одна из самых главных задач нашего руководства города. Он мне отвечает, разве самое главное? Вот говорю, ты показываешь свое лицо и свое понятие про здоровье людей в Клайпедосе. Вот когда я с Карбаскосом поговорил, вернулся домой, думаю, осталась только жена. И она мне скажет нет, и будет предлог ответить всем. Я остаюсь в грекции полка и буду дальше работать спортовиками. Вы не представляете, что она мне сказала. Говорит, ты что, в политику? Ты обязан пойти. Пошел, налил стаканчик коньяка и полчаса сидел в молочке. Думаю, живу 34 года, с человеком, и я совсем его не знаю. Вот, женщины, вы настолько и интересны, что через 30 лет ты видишь, что что-то еще есть новое, да? Я говорю, Илона, почему ты так мне сказала? Ты должен. Она говорит, куда мы поведем своих внуков? У нас уже двое. Ну-ка. Ну вот, и мы собрались, поговорили с единомышленниками и объявили, что вот три или сколько, три с половиной месяца назад очень быстро собрались, решили, что мы идем. Я очень рад, что в моей компании люди с очень хорошим образованием, три профессора, ни в одной компании таких людей нету. Люди, которые имеют прекрасную линию и удачу своей деятельности на практике. Не на словах, а на практике. Что я увидел в городе? Ну вот есть такая община с Молсучьей. Не знаю, знаете, не знаете. Знаете, да? 80 детей, которые без этого насоса, да? С инсулином они не могут жить. Я думал, что я твердый человек, но знаете, опять же, вернулся домой, взял свою собаку, полтора килограмма, на колени. Мы долго смотрели на звезды. Еще вот, когда возвращаюсь после таких встреч, жена говорит, пошли поговорим. Говорю, знаешь, ты, моя дорогая, за эти три месяца говорю столько, что за жизнь не было столько встреч и разговоров. Представляете, вот какой вопрос? Я спрашиваю, скажите, что вам надо? Чем я могу помочь, если там стану мером? Или пойду в тарифу? Оказывается, надо три-четыре специалиста, которые бы поняли, сколько этот ребенок получил сахара от чая, от кашки. Что ответили? Нет денег. Клайпеда один из самых богатых городов в Литве. Вы не представляете, сколько денег есть в Клайпеде. Слышали, да? Слышали вот это? Мы за учителей, мы там все это. Пришли с ассоциацией учителей и мне рассказывают, что в Каумасе добавили по 150 евро зарплаты, в Вильнюсе добавили, а в Клайпеде нет. А крик такой, мы за учителей. Социальные работники. Я даже не знал, там люди, женщины начали плакать. Оказывается, ассигнации 7 миллионов, 2 миллиона дали, опять ушли на какие-то трубы, на канализацию. Не знаю. Лиля Петрайтина сказала на их конференции, что пошло куда-то. Самая маленькая зарплата. Оказывается, где-то 500 евро получают до налогов. Им самим нужна помощь. Так, вот одна из причин, под чему мы пошли. В моей компании есть два портовика. Самые плохие люди стали за последнее время. Почему? Груз из Белоруссии. Вы слышите? Стали не знаю врагами нашей нашей родины. Потому что груз 180 миллионов государства заработало из одного терминала за прошлый год. Тогда отайте деньги. Зачем вы разрешили строить эти терминалы? БКТ сейчас самая крупная компания. Вы слышите, что я скажу? в мире это огромные деньги для города и для государства. Я горжусь, что эти люди со мной. Я лично горжусь. Какие там ваши конкурсы непонятные, понятные. Сколько вы там денег дали? Я могу сказать одно, без всяких цифр. прошлом году мы построили новую кричалу для этой компании. В апреле сдали на эксплуатацию, в декабре было все по-мокестисе, не знаю, как по-русски. Не знаю, как по-русски. Не знаю, как по-русски. По-русски. Мало. Говорю, кто дает хоть одну десятую скажи мне. Не сказали. Написали письмо четыре года назад, не ответили. Я не понимаю, почему какая-то красная черта между портом и городом. Мы же клайпичанили. Не из Марса прилетели, да? Моя агентура пиарщиков говорит, больше улыбайся. Где-то улыбку найти в этом ходе. Где-то улыбку найти. Мне было очень чувствительно смотреть на женщину, которая плакала, когда привезла своего близкого человека в больницу Красного Христа. уже несчастье человеку. Во-первых, машину негде поставить. Вышла из больницы без 15,6 стоит вот этот дружинник и наказывает за то, что евро не забросило в паркомат. Понимаете, я как услышал, что такие проблемы здесь, начал говорить с каком-то, не знаю, в какой-то встрече, что построили, понастроили новый приемный отдел, красивый, хороший, да, ну а где поставить машину, нет. услышал руководитель больницы, он не звонит, говорит, слушай, может, завтра рано утром будет, созвал всех врачей, будем, будем так вот, пообщаемся, минут 15, поговорим друг с другом, проговорили полтора часа, я говорю, уже идите, палаты, там умрут люди, оказывается, больных вопросов больше, а парки, они бросат в городе, 10 лет, 10 лет, и вот мы сейчас на дебатах, я Витовту, Витовту, вот в Вильнюсе, когда были, я говорю, если после 4 лет, если я стану мером, и будет такая ситуация, я даже не приду на выборы, я сгорю со стыда, вы постоянно говорите, будет, новая улица, будет, очищать улицы, купим машины, автобусный парк, купим новые автобусы, освещение, освещение будет, понимаете, они смеются надо мной, Войткус получил звонок из Симоно-Дитас с улицы, от одного сеньора, он говорит, приедь, посмотри, как мы тут проводим время, на замках катаемся, спускаемся вниз, там на лыжах даже некоторые, говорю, что вам надо, то надо освещение, ту же неделю закрутили новые лампочки, я говорю, давайте составьте список, я поезжу, и вы там остайтесь, во власти, я дальше буду работать, в Древский Торпе, походили по дворам, поле огромное, да, там, а машины стоят на тротуарах, на травке, на игральной площадке, сейчас Войткус плохой человек, только из-за того, что с Натальей когда-то работал в одном кабинете, Войткус плохой человек, Наталья? Да, не в Хорско, я разговариваю. Да, вчера Фейсбук об этом писал, очень активно, на ситуацию, должно быть. Лучше спрашивайте, может быть, улыбки будут больше, всех, вместе, да. Уважаемый Арведас, вы являетесь представителем партии «Зеленых», одной из, одной из правящей партии, которая повысила благосостояние людей Литвы, в том числе и пенсионерам, добавки детям. Расскажите историю, и бесплатный общественный транспорт, как вы думаете? Ну, я про политику партии, в которой я не являюсь членом этой партии, мне было бы трудно говорить. Я говорю, история вся три... Ну, Карбауско, это... Я вам говорю, это авторитет. У меня партия это порт, пока была. Семья и порт. Мне трудно говорить про всю политику в стране, потому что я весь в своей сфере. я знаю, что повысили пенсию. Кто-то отобрал, кто-то повысил. Говорят, мало. Ну, что, придет кто-то умнее, даст больше. Но повысили, не отняли. И детям выплаты. И детям выплаты. Про общественный транспорт. я вижу в этом зале профессионала. И не буду делать ошибки, говоря, что завтрашнего дня вы все поедете бесплатно. но я вас уверяю, если вы нас поддержите, я думаю, что первый шаг можно сделать. Денег я еще раз говорю. Очень много. Во-первых, надо дать свободный проезд пенсионерам. Во-первых, чтобы люди могли из южной части города приехать в городскую больницу. Во-первых. Потому что если в Красном Кресте знаете вот какая система? Я когда учился в политехническом, я год раньше сделал битвовную работу. И нечего было делать. Все мои друзья учатся, я хожу по улицам. У нас был друг медик, и он говорит слушай Аргас ты давай посмотри на жизнь. И он меня устроил на скорую помощь. Ничего не поменялось до сегодняшнего дня. Можно еще дворов подавить? Хорошо. Потому что это невозможно. Что творится? 8 лет не с места. Дворец за свои деньги на Новоякове 15 лет. Последний раз заплатил 15 евро штрафу поставил машину. некуда поставить. Ходишь как в большой деревне. Пока по болотам. Все свеча и 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 свеча Поле большое неужели нормально. Но они планируют 5 машин поставить. 6 чуть-чуть увеличить площадки и даже хотя делать. Ну невозможно так сделать и нормальные стоянки. Ну если как говорится что-то делать. Даже у меня есть свой вес. Я тогда пойду закажу чтобы мне выписали я выкопаю этих деревьев потом насажают чуть-чуть дальше. Но это невозможно так. Что это делается? Настолько лет за 26 лет ни одного движения нет. Делают какие-то товары. Они еще сто лет возле стоят. И все таки бесплатный транспорт. Бесплатный транспорт, пенсионеры, дети. Так он же сказал. А дети про дворы. Про дворы. Хотите ответ? Про дворы. Огромная инвестиция во всем городе. Она нужна. Она неизбежна. И мой коллега, мой друг, даже могу сказать, Висвальдас Матер Шайпес, я учусь у него. Он учился у Ричарда Малинавскоса, который там коррупция, еще там что-то. Ну, очень плохой человек. Дурскененька. У меня Дурскененька. Понимаете, я в 2002 году, он мне позвонил, говорит, приезжай в Дурскененька. Я говорю, я вице-министр, но у меня сфера курирования в Дурскененька ноль. Ну, правда, неман протекает, да, внутренняя вода тоже надлежали в моей сфере. Он выезжает. Приехал, он меня везет. Ну, там, вторую мировую войну можно без всяких покораций. Там, окна выбиты, забиты, там, какие-то глазки бегают, неясные, там, он не рассказывает. А тут будет минеральная вода, тут будет грязовый там санаторий, тут будет гостиница, а там дальше аквапарк. Вот вопрос еще, а где аквапарк в Лайкете? В Морском городе. Вот сейчас замок строят, да? Один начали строить, не докончили, бросили, начали другую строить. Йон у калянец. Зачем так? Ладно сделайте, половина пусть как-нибудь делать, как замок, а вторая половина пусть агапарк, сколько народу придет отдыхать. Это же тоже деньги, как-нибудь там конструировать. Конечно, я вам этого мэра в Густинике каждый час, ну, часто езжу по три раза в год отдыхать. Идет колонна, как говорится, и с вильной машины, разъезжается ни одной машины в другую машину. Но есть другие люди, которые хотят поговорить и поднимать руки. Я не успеваю с словами. Ну так надо быстрее, чтобы можно? Пары, да. Русскорникай, да. Аква-парк, да. Что еще? Молодец. Вот тоже насчет дворов Витя Хандробили в Партиннике улиц. Мы за свои деньги сделали проект. Значит, пришел в 2016 году Солюсбудинер к нам в актовый зал, мы людей собрали. Мы сказали, что надо делать, чтобы дворы были сделаны. Он сказал, если очень быстро, то свои деньги выложите. И очень быстро. Так сейчас я закончу. Очень быстро, мы только 3 недели назад закончили согласовать проект. Так это 3 года прошло. Вопрос. И вопрос теперь, если мы свои деньги вкладываем, это будет по 3 года, по 5 лет, по сколько? Но очень быстро. Но очень быстро. 3 года. А если это не очень быстро, тогда через сколько там было бы? Вопрос. 3 года мы делали, мы не делали свой, я не делал свой двор, мы делали детские садьбы тутя, с Сул общались. Там нет вообще детей маленьких, там же есть и ясли, детские садьбы. Понятно. Подвезти. 3 года это быстро, а сколько это медленно? 3 года. Давайте поднимать разные проблемы. Пожалуйста. Вот как вы будете власти, что обещаете решать? Уважаемый Арвидас, уважаемый в суд, ну вот сейчас, наверное, Арвидас сказал, и не все поняли, вчера в той звуке прозвучала, или была обрекована какая-то информация с негативным оттенком. Но я знаю, в той источнике, когда фейсбук и группа такого господина Марчауска с негативным оттенком была предвыгнетена информация, что якобы будущий мэр или кандидат мэры вот работал в одном табилете с русскоязычной ученковой, которая якобы была депутатом, адвокатом этого самого ученого. И все это преподносится с таким оттенком отрицательностью. Но вы же понимаете, мы все взрослые люди, что никакой отрицательности в этом нет, потому что Арвидаса я пройду голосовать завтра, не завтра, а в 17-го числа, а за Арвидаса. Я об этом публично не заявляю, чтобы, может быть, не навредить моему кандидату и моему вот выдвиженцу, почему я пойду, потому что я лично действительно знаю этого человека. У меня сегодня нет к нему вопросов, ни одного, потому что мы все, и он тоже знает полячки нашего города. Но что у меня есть? Я сама была руководителем, он был руководителем, и он знает прекрасно, что когда на нем вешают ему на плечи кладут генеральские погоны, а вы с понедельника, возможно, станете генералом, вам будет легче решать все вопросы нашего города. Я прошу вас, не будьте бюрократом, а решайте вопросы, связанные с нашими болячками, а болячки более всего социальной поддержкой людей, особо нуждающихся. Вот сейчас я это знаю, как адвокат, насколько они бессильны. И наш царь не уделяет внимания и информации наших жителей по поводу того, что государство может, и вы говорите, что деньги оказывают несоответствующую помощь. Спасибо вам за внимание, и я прошу вас не быть в горах. Можно я еще в горах попал? Слушайте, пожалуйста, работа, когда вы покинете дирекцию порта в случае ваших удачных, успешных выборов, вы с каким сверху покидаетесь твой пост? Вы уверены в ваших премидах, что созданное вами дело, то, что вы построили, что это достойно смогут пронести и далее, что это не разрушит, а наоборот приумножит, приумножит. я ведь не уезжаю с кодекс. То есть это будет под ваши названия стоят кодекс? Знаете, хороший мер он может совсем иначе представлять портовый город Клайпеда и представлять интересы такого города как Клайпеда и в центральной власти. Может быть, я не знаю, слышали, нет, тут четыре по-моему дня назад поступило у меня заявление, что наши моряки, когда они вернутся с моря, пойдут на сертификацию «Должу поехать в Каунас». Из этого сделали политику. Очень жалко. Мне позвонил наш мой коллега Синчилов, он в нашей группе, он уже член совета городского и сказал про эту проблему. Я первый раз услышал, какая у меня возможность, я могу прямо без всяких каких-то проблем позвонить министру, сказать «Рокос, что такое случилось?» Оказывается, он тоже не знал. Он позвонил вице-министру, говорит, что там случилось? Оказывается, там пониже они решили сэкономить, что и те, которые сдают права на внутренние воды, и те, которые возвращаются из моря, приехали в центр республики и там бы сдавали вот эти права или сертификацию проходили. Сделали из этого политику, вот видите, там позвонил, вот какое право у нас есть. Так пускай они шутят над этим или там находят какой-то негатив, но я думаю, что мне повезло, я сделал хорошее дело вместе со своим министром. Он мне отзвонил, сказал сразу, что я выяснил, могу пообещать всей общине моряков, что без них больше вообще ничего не будет делаться в этом государстве. И второе известие я уже получил смс, что тот член парламента, который получил запрос, чтобы продвинуть быстрее, так делается, да, в парламенте, он взял обратно. Так что хороший мэр, он может сделать очень много и для порта, и для наших людей, например, нехороший пример, это Висвальдос Матвешайтис, который две или три недели перед выборами отдыхал в Испании. Он спокойно, да, он получил 80%, да, Ричардас вот этот, извиняюсь, проклятый мэр Малинавскас, тоже самые, Шаруна Светкус, вот посмотрите, знаете что, консерватор, да, а больше всего денег для Паланги получил, когда был премьером Буткевичус и премьер Сквернялис. Тогда Прибуткевичус перестроил эстраду, да, заново, прекрасный зал, нам надо только клопячам нам завидовать, такого зала, стадион перестроил, станцию автобусную убрал со середины города, объезд сделал, грузовики едут сейчас, и так как в Лайпеде, 10 лет делается проект наши Лутос, Балькиос, вот где-то эту улыбку я не вижу. Спасибо вам. Вот такие вопросы задаете Думчу. Вот смотрите, город может иметь свой порт, я так понимаю, внутренний. Вот планы какие-то есть? Внутренний порт? Да. Пришло ли мы с видом? Да. Внешний порт, или внутренний, а в чем внутренний? Внутренний, внутренний вот существует. А, вы скажите, допустим, который связан с Лайпеду, с Каунасом. Внутренний ультуре есть. А, понял. Знаете, за 7 лет работы в министерстве было очень много энтузиазма. Все закончили на том же самом, на развале. Все-таки, как-никак, по-немому идти надо не меньше 6 часов. Маленькие глубины. Один энтузиаст, который работал тогда в дирекции внутренних вод, мне говорил, я сделаю все, прокопаю там, сколько надо и так далее. Я говорю, ты понимаешь, вообще, как на этом месте можешь работать? У тебя обыкновенного понятия нету, как работает река. Ты копаешь сколько хочешь, воды все равно останется столько. сделали пробные рейсы, вот я говорю, очень-очень долгая дорога. И посмотреть берега до берега, нет вот драйв был такой, как на Бедре, например, или на Эльбе, Германии. Там другой вид, и скорость другая. Так что, если есть желание, я буду первый человек, который вам поможет во всем. Но это дело бизнеса. Пробовали. Пробовали. Оксана, пожалуйста. Здравствуйте. Я вот вопрос. В прошлый раз в этой встрече, когда вы встречались с общиной тоже уже, тоже вторичная, да, наша встреча, возбуждал вопрос о улучшении именно детских площадок и сферы детского, ну, такого, проведения отдыха. Тогда вроде как как-то царлялась и сказали, что в принципе существуют детские площадки. Но вот есть город Венстос, Латвия. Просто если вы вдруг станете мэром, вы съездите туда хотя бы на день и увидите, как там организованы детские площадки. Они везде. Понимаете? Везде. То есть, вот такие большие, красивые, и при этом организована сфера вокруг этих площадок. Родители сидят рядом, пьют фонтаны, в которых дети купаются, уже летом. Это просто, это город-сказка. Еще эти коровы такие, естественно. Почему вы думаете, что я не был в Венске? Это наш конкурент. Еще. Ну что? Я с биноклем смотрю на них каждый день. Отрываю Ленбергов, знаю, всех порталеков. Знаете, почему разница через Клапид и Венскус? Вы не поверите. Пять лет назад мы, портовики, предложили засадить деревья, травку, кусты, где надо сделать, кустарники, цветы посадить. Знаете, что ответили? Нет места. Попадает одного ответа или надо больше? Больше могу сказать. Мы сделали памятник капитану Бульдемас. Три года простоял этот памятник в гараже. А последнее место, которое нам предложили, это был мусорный ящик. Вы не поверите, да? А это правда. Пожалуйста, Я деятель искусства. Мне вот здесь в Фейсбуке сказали, что у нашей Академии и Консерватории рояли старые. Еще с веков покорения Крыма. Что могли бы вы как мэр сделать? Рояль? Ну, не только рояль, ведь там вообще вот мы мне жаловались опять же, что очень при распределении средств на культуру мы очень много вот не буду лукавить, на джаз даем, а вот народные вот эти хоры, мероприятия мы урезаем. Вот как здесь найти золотую середину? просто надо людьми человека, во-первых. Начинать с любви. Да? А не только джаз? Не только джаз. Это решается за счет классности. Если будет создана комиссия, которая будет классно выделять средства, не только на джаз, но и на классическую музыку. я хочу сказать и национальные культуры, потому что национальные культуры представляют 30%, а национальные культуры датятся меньше 10%, это тоже замечание в адрес отдела, который занимается распределением этих средств. Пожалуйста, вот еще вопрос. Ну, вы обещаете помощь? Извините. По вопросу надо говорить шире. это школы, это ясли, это высшее образование, чтобы наши дети не уезжали в Каунас, Вильнюс или за границу. Вот об этом надо говорить. А Рояль рядом. Мы теряем молодежь. Сделали эту студию, да? Прорыв. Синий прорыв. За прошлый год должно было бы стать где-то две или три тысячи больше людей лайк. Сколько стало? Надо собрать телевизор и спальню. Пожалуйста. Может быть, это поможет в экономике? Как будет в великой экономик? А именно первым раз в все страны. Те, которые пузырпировали и командуют политиками. 15 июня 2015 года Верховный административный суд решил, что все это не законно. Они с 2007 работа пользуются деньгами рядом с управлением педиатр и все остальное. Поэтому мое первое предложение будет создать рабочую группу цивилистов не только вот которые могут вам помочь принести не только принести материал но и предложение. Все ими находятся на предложение с каждого гражданина проживающего взимать определенного паланка тела в центр. Крат сидит рядом. То есть сделайте такое как говорится возьмите себе в моду это спокойно жалить. Ходил в Дехтеншайн ходил жалить все по городу какие недостатки везде. Увидите. Легко не надо ходить это только сразу и вместо этих прикливателей работники самовровления могут спокойно забирать ложек могут развивать и будет бесплатно не только для пенсионеров бесплатно для школьников и то это стали сделать это много что для этого не надо ничего это надо именно этих всех прикливателей от масти являть именно власть в свою руку независимо от того 8 в мастер в мастер про Кратс и БАЦ БАЦ пришли к ним с проверкой ФНТТ позавчера генер сказал громко в зале в том же зале что уже и ФНТТ проверяют другие не знаю какие-то буквы и сказал пример не могу я сказать знаете почему боятся меня почему все нападали во время вот этой кампании выборной они знают что я приду и сделаю такой же отдел из специалистов которые работают в дирекции порта вы правы и самое главное оружие это вы это люди и прозрачность которого по моему мнению и то что я слышу от людей не хватает в Глайпеде вы слышали да что например предприятие самоуправления Глайпедос Ванделис господин директор у него там родственники в администрации он сам же и председатель правления а его друг однопартилиц который получил когда-то деньги на выборы от него степетую тарифов частных компаниях даже этого нет распределяют по частям чтобы ответственность была как можно больше людей чтобы они присматривали как компания работает много полезных вопросов очень много я думаю что самая главная ошибка то что одна партия очень долго была у руля у штурвала этого города маленький комментарий я вчера искал реквизиты этого зала и зашел на сайт реквизита и там выписано годовой оборот и средняя зарплата работников знаете какая зарплата работников этого бюджетной организации 1948 евро а учителям этих денег нет работа так вопрос здесь такой пожалуйста здесь даже программа очень понятная спасибо вы только какие напоминания даете нам на что смотреть но сказали много уже и вам как пожелания просто у вас у нас же начнется так но как пожелания в первую очередь наверное определите все таки лицо города здесь и вас и мы должны все таки вас убрать мы в первом туре голосовали за вас и в первом туре с чего начать посмотрите цен города на него нет мы выросли в этом городе и вам когда что было а сейчас потеря сейчас столько круизников заходят и сразу иностранцы видят ободранное здание на площади где мимо которые стоят 25 лет никто не может сбокли на в первом туре это для вас связь населения если вы будете действительно как сейчас сказал предыдущий человек что железа было видно на улице видно было генкилоза видно было тарашкябычуца но в рубляусках кроме своей трубы на последних заседаниях иностранцы можете не встречать мы в центре здесь сейчас это вам пожелание и связь населением вас даст возможность идти и вести свою команду по правильному пути ну и конечно чтобы люди были здоровы в Клайпеде нужно город держать чистым действительно наверное нету уже все и мощные машины поливочные поломались в городе как-то говорили о том что какая-то фирма на арту песни договор заключили о том чтобы поливать хоть один раз в месяц с ужасом дышать в городе лечим абсолютно а воды в другом много ну и что касается еще пойдет со мной пойдет в самоуправление всегда слышали все интересный вопрос вот может басилки действительно вы же помните наверное остапа гонгер да сколько денег посмотрите на восемь и удачи вам я уже посмотрел на этот мост я спросил почему четыре полосы эти полосы приходят на на дом на дом на такое расстояние архитект даже архитект ангрияускас не ответил ни на один вопрос про этот мост ни на один сейчас испугались говорят там павел институции дальше апплигос апплигос акантура баску заговорил опять об этом мосте и остановили этот проезд я вам обещаю такой ерунды не может быть в городе улица бамбу там же дома по сто лет и больше какие там потоки транспорта на четыре полосы там нужен только велосипедный мост велосипедный чтобы проще доехать на четыре полосы по закону евросоюза население живущее на той территории имеющее больше 12 процентов по-моему я могу ошибаться по самому управлению должно быть общаться на русском языке и принимать тупик не знаю по этому поводу я вам дам графу это не закон Евросоюза это рекомендация что в тех где больше 20 процентов так вот по переписи населения по сериям местного года в Клафиге прозывает русских 19,2 процента там три с половиной белорусов четыре там украинцев и там пошло пошло всего 19 29 процентов грубо говоря русскоговорящих но именно русских только 19,5 и поэтому самоуправление не обязано вводить здесь второе я не государственный наивезу а вот создавал производство и вот второе здесь раз уже коснулись языков вот в Бринусе по статистике русские проживают 8 процентов поляков 9 процентов сайт мэрии вируса на четырех языках а сайт мэрии в Клапиде только на двух это несмотря на то что либералы будет только лет у власти у либералы самые толерантные по идее должны быть да и вот только то что у нас в нашем государстве порядка 10-15 процентов вот такой партии которые делают погоду во всем государстве они указывают с кем нужно дружить с кем можно торговать с кем можно сидеть в одном кабинете так вот я призываю чтобы будущий мэр исходил из состояния логики и экономики в первую очередь а не каких-то политических соображений понравится это кому-то или не понравится в первую очередь я на самом деле вопрос о том важном теме вы знаете в случае что Россия как разница отправит сходовый поток в свои порты Ну, отчасти, если мы увидим какую-то статистику, мы увидим сигналы. Вот вам вопрос, как строительство облачного ГЛРУ. Готовы ли вы, отстаивая позицию города, или вы, имея свою позицию, даже если она расходит в центральном ластерстве, все равно вы отстаиваете открыто и твердо подручку? Как вы увидите в этот вид? Во-первых, про грузопоход российских грузов. К сожалению, так случилось, я когда пришел в Министерство транспорта, этот груз, 7 миллионов тонн ушло. И кто-то сказал, что нам этого груза не надо. Помните это время? Большой шок в порту. Мы за это время порт перестроили заново весь. Крычалы новые, криминалы новые. В моей работе очень мало политики. Политика это дело других, центральных властей. Но я был с первого шага проекта 2К, Калининград-Клайпеда. И мы очень много проработали на то, что этот проект работал. Все-таки и Калининград, и Клайпеда рядом. Два порта. Если в одном порту есть один терминал, в другом порту есть другой терминал, значит направление может работать. К сожалению, это тоже не получилось. Вот сейчас имеем очень хорошие грузопотоки из Республики Беларусь. Я этому горжусь, я рад. Потому что с 2002 года именно я создал рабочую группу по транспорту между двумя соседними государствами. И от 2-3 миллионов тонн, сейчас практически 15 миллионов тонн груза белорусских производителей. И этим я могу гордиться. Проект Викинг, грузопотоки со всех основных предприятий Беларуси идет через Клайпедский форум. Почему? Потому что это выгода, во-первых, для белорусских производителей, для государства. Причем самое короткое, заодно зарабатывает и Литва в этом плане. Вы говорите правильно, но ситуация такая, что вы видите, в практике так бывает, что за Россией идет параллельно часа, идет белорусский. Не зря эти пять площадок по перегрузке в услуги им дан уже старт. И в практике рано или поздно заявленное всегда становится реальным. Вы знаете, что это получается. Поэтому, как мэра, а мэр уже более-более широкое лицо есть, вот как мэр, вы сможете свою позицию выражать ради города, ради государства, даже если позиция будет той центральной власти как-то обличаться. Потому что, видите, довело до чего и в Латвии, и в Эстонии. И мы видим тенденцию. Ну, если пора, то да. И четыре дня назад этот пример с моряками я доказал, что я не боюсь позвонить министру и попросить за хорошее дело. Могу дать больше примеров, но давайте, может, и другие тоже. Какие будут вопросы еще, пожалуйста. Вы знаете про реакцию Порта? К сожалению, нет. Ефор. У нас 100% IT. Мы единственное предприятие в Литве, которое имеет полную цифровую систему на обработку всех данных. Я могу быть в Макао, или в Японии, или в Америке. Я буду видеть, когда мой человек пришел на работу, сколько он за этот день сделал работы, что уже горит, что еще может подождать. Я могу увидеть состав грузов, я могу увидеть состав воды, что творится с одним или с другим причалом, и так далее, и так далее. Сейчас недавно получили пожарники полную информацию про дислокацию определенных видов грузов в Порту. И они знают, заливать воду в бочку или с пеной поехать. Так что мы, наверняка, самый хороший пример для всей Литвы. Пять лет назад опять правительство заговорило про платформу, информационную платформу. К сожалению, вот это продвигается в государстве довольно медленно. В самоуправлении, без сомнения. У нас, если приходит письмо, идет в первую очередь в компьютер, в систему. Тогда загораются лампочки, когда надо всю работу сделать. И невозможно что-то поправить без следа. И все знают, потому что мы каждую неделю собираемся, смотрим, как мы работаем. Мы все знаем, что, не дай бог, будет где-то красная лампочка. Вопрос не в том, как вы работаете, а в том, как работают с учительами. Учитель или какие вопросов не знает. Жители, жители... Обязательно. Нет разговора. Я просто даю пример, как работаем мы. Та же самая схема может перейти в самоуправление. Должна перейти. Я так понимаю, что есть предложение ввести в мэрии адрес, куда... Горячую линию. Подавать электронно, видеть свои вопросы, чтобы узкие места могли решаться. У вас вопрос, да? Да. Пожалуйста. Я представляю Клайпинскую станцию российских граждан, и поэтому заинтересован в том, чтобы Клайпин была действительно началом шокового пути для Евросоюза. И вот те проекты, которые уже и Викинг, и все прочее, на будущее были осуществлены. Поэтому у меня есть только одно пожелание вам. Я за вас голосовал в первую турнию, и завтра, и послезавтра пойду. Пожалуйста, вот этот проект глобального значения Китай, Евросоюз. И чтобы Клайпин действительно оставалось тем портом, который будет связывать страны Евросоюза, Россию и Китай. Спасибо за ваше предложение, вопрос. Я могу сказать, что вы наверняка видели, да, о чем мы говорим. Много обвинений прошло в этом плане. Вот, Вайткус уже продает борт китайцам. Это ложь. Это неправда. Я за 20 лет, как работаю в этой системе, никогда никому, даже близко, не разрешал думать про то, что что-то продавать, как имущество нашего государства. Быть или не быть китайскому терминалу здесь, это решает не один генеральный директор порта. Это у нас в стране большая система. Во-первых, мы должны получить, не получить, а создать условия конкурса. Это только конкурс. Потом на высшем уровне правительство обсуждается, возможно это инвестиция или нет. Потом идет одобрение в парламенте, потому что этот проект очень большой. Могу сказать, что при запуске проекта наружного порта, будет или не будет, я не знаю. Например, я когда заканчивал работу в Министерстве транспорта, и первый раз в истории я придумал решение правительства, в котором был план, по которому должен быть построен наружный порт. Вот поляки в 2003 году, когда японцы делали для нас студию, они увидели эту студию, и за три года построили наружный порт. Уже свыше трех миллиардов евро это государство заработало в этом проекте. А это откуда пенсии, да? Есть запросы из арабских стран, есть запросы из Израиля, есть запросы из Америки, Японии, того же самого Китая. Порт Легавра во Франции, мне задали вопрос еще в 2006 году в Гамбурге. Так что, кто пойдет на конкурс, кто выиграет, если будет строиться, я не знаю. Я говорю, когда меня спрашивают, надо пройти все этапы планирования, ведь мы сейчас говорим только про концепцию. Потом надо делать исследование этой территории, надо нырять под водой, надо смотреть, какие течения, какие процессы лито динамики. Это песок двигается по определенной динамике. Какая гидродинамика происходит в определенных точках вот этой территории. И только тогда можно ответить, вообще, будет этот порт и кле. Я за то, что как можно больше заработать денег для нашего государства, потому что без денег ничего нет. Ни пенсии, ни соцгарантии, ни бесплатного автобуса. Спасибо за ваше мнение. Мне очень приятно, что вы так хорошо знаете этот вопрос. И ваше предложение прекрасно. Есть пункт А, о котором вы озвучили, вы мэром. А пункт Б, если вы в этот финал не выиграете, но еще финалов может быть много. Пункт Б. План Б. Да, план Б, пункт Б. Вы также будете стараться работать на плане. Спасибо. Будете ли вы сотрудничать с новыми депутатами в новом городском совете, в интересах со всеми депутатами, в интересах Клайпеды и Литвы? Я иначе не представляю. Знаете, вот сейчас вы слышите этот анекдот про коалицию, да? Ну, может быть, не анекдот, это уже случилось. Были многие у нас. Ну, одни приехали, начали учить, что вот знаете, вы тут не были никогда в политике, вы там ничего не понимаете, и так далее. Ну, посидели, два часа послушали, разошлись. Приехали другие. Говорят, нам надо администрацию, директора поста администрации, нам надо финансы, комитет финансов, нам надо комитет хозяйства, нам надо вице-мера. Мы сидим, вот трое из нашей команды, сидим, смеемся. Я говорю, вы слушайте, про, что вы говорите, про картошку, которая там в корзине. У меня что, эта картошка лежит? Я вот буду разделять, они не поняли. Что, вот здесь сидят тоже политики, которые были в политике или есть в политике. Что дает какое-то соглашение на комиссию. Если ты пошел служить клейпичанам, любое решение, которое выдвигается, я не знаю, что оппозиция поднимет против руку. Я знаю, я знаю. Надо показывать людям вот эти члены правления города. Это надо выдвигать. И знаете, вот где самая большая сила? Вот говорят, ты не будешь там большинства иметь. Ну и что? Мэр Шевляй, вы посмотрите, он четыре года выдержал, молодец. Он был в мальчинстве и всегда говорил, кто поднимет против Шевляй руку, пожалуйста. Супер! Кто поднимет руку, пожалуйста, покажитесь. Знаете, что на первом этапе он сразу прошел мэр? Вот так надо работать мэру, чтобы ему потом не мучиться на втором этапе. Матешатес отдыхал в Испании. Ричардес там его таскали, СПТ, еще кто-то, не знаю. Это у него уже постоянная жизнь такая. Или еще потом последний вопрос. А вот его выбрал сразу. Есть вопрос. На первом этаже в Савел Вальдибе находится актив договоров. Вы больше не встречались. Где-то приходилось. Договоров и проектов. И импорты, которые делали договора с Савел Вальдибе, есть топливные деньги и вообще ничего не делал. Это как пример к виду. Они дали в 2000 году 360 тысяч литров на дорожку из Спартинику пройти на хорю. Проект не сделан. При Тарашкевиче 360 тысяч. Касса так и лежит. Потом второй проект, который мы знаете. Кассы есть? Да. Так вот. Они же лежат в архиве. Уже этот договор лежит в архиве на первом этаже. Значит уже никто не будет этим заниматься. Второй договор. Вы знаете. 12-й год. Швиттерио-Лидейко-Гатти. 900 тысяч литров. Тоже где-то лежит уже на первом этаже в архиве. Я могу продолжать эти договора. Вы когда придете в Савел Вальдибе, а вы обещали в Савел Вальдибе идти из Медиа, перейти в Савел Вальдибе, вы попросите меня или кого-то другого женисителя, который будет у вас документом. Вы будете это зависеть. И смотреться договора, которые не сделаны, а деньги где-то лежат в Вальдибе и не маленькие. Руслама. Руслама. 20 лет. Жень в Вальдибе запакует. Лежат договора. 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 Наши птицы подходят к концу. Я еще хочу в такой момент обратить внимание. То, что вот Абита сказал, что, можно сказать, позже своим служебным положением или дружеским большие связи в Вильнюсе. И я считаю, что тот мэр, который имеет более вес и теоретические связи в правительстве, тот может принести более пользу для города. Я хочу присоединиться к вам, Николая, и пожелаю вам, Арбита, чтобы вы победили. Я думаю, все здесь сидящие получили на все вопросы ответы и правильное воскресенье проголосуют. Спасибо большое. Удачи. С вашей помощью. Возьмите с ароматом. Возьмите с ароматом. Возьмите с ароматом. В большинстве случаев еще хочу объявлять заявление, что здесь вот миры под виской рейки. Довольно против того, чтобы я не спрятался к чему-то, кандидатом на должное. Идем, конечно. Элла, Элла, Арвидас, можно у вас? Арвидас, значит, в Ютьюбе Клайпеда Литва, Арвидас, латиницы. А в Фейсбуке уже все есть. Молодя, учти, потому что до нуля часов только можно.